Сквозь тернии жизни или как закаляется дуб Невзгоды, страхи, печаль, тоска, кризисы, депрессии, болезни, апатия Что это? Возможность ли очищения души от бремени грехов при правильном осознании происходящего Тех грехов, которые человек не смог искупить абсолютным раскаянием пред Всевышним Аллахом, Господом миров Или наказание, кара Божья Наказание – это когда человек уже не понимает иначе Не может самостоятельно приостановиться, осмыслить поступки, осознать свои действия Если человек этот верующий, то Всевышний из любви и милости к нему Не спосылает возможности искупления былых ошибок Через то или иное наказание уже в мирской обители, не оставляя на судный день Не переводя в мучение в вечности Или это закалка? Так называемое повышение квалификации? Повышение жизненной резистентности? Возможность очищения от грехов Пророк Мухаммад говорил Боль по результату недомогания, болезни Как и любое другое болевое ощущение психологического происхождения Душевного, физического или иного характера Являются для любого верующего, покорного Всевышнего, мусульманина Прямой причиной снятия, прощения, стирания грехов Которые спадают с человека Подобно листьям, опадающим с дерева Этот процесс подобен осеннему листопаду То есть, насколько неизбежна для дерева с приходом золотой поры Потеря лиственной кроны Настолько для верующего Неизбежно получение прощения ошибок Через ту или иную жизненную боль Былые грехи и ошибки с него буквально осыпаются Процесс этот очень даже естественен и легок Чтобы не постигло верующего То есть, все то, что необратимо Вне человеческих сил уже что-либо исправить Будь то недуг, продолжительная болезнь, невзгоды Тяжелый труд, изнурительно изматывающая работа К которой не лежит душа Тягость, утомление, страдания Боль, печаль, грусть Вплоть до тревог и беспокойств Все это способствует искуплению его прегрешений Наказание В священном Коране сказано Хотите вы того или нет Но кто совершает зло Тому непременно воздастся за это Соответствующим наказанием в любой форме В любое время, в любом месте Желают того люди или нет Но это необратимая закономерность Установленная Творцом в нашем мироздании Зло бумерангом возвращается Если не в мирской обители Так в судный день В вечности Закалка Повышение квалификаций Хадис гласит Пусть хоть иголка уколет покорного Всевышнему Или что-то большее, что причинит ему боль или страдание В прямой зависимости с этим По результату стойкости Самообладания, спокойствия и мужества Повышается уровень Набожности человека пред Богом И стирается прегрешение Грех Подавляющее большинство мусульманских ученых На основе приведенного хадиса И подобных ему достоверных повествований Сказали Что любые болевые ощущения Болезни Мирские проблемы и заботы Тревоги Во всем этом, несмотря на степень болезненности Продолжительность Осложнение и тому подобное Заложено искупление грехов Повышение уровня набожности И божественное воздаяние За правильное отношение к необратимым Не зависящему от нас За спокойствие Терпение и умение продолжать жизненный путь Не падая духом Сохраняя правильность и благородство Чистоту помыслов и убеждений Несмотря ни на что Еще один интересный хадис Воистину тот или иной человек Имеет определенное положение Степень пред Всевышним Аллахом И если он не достигает его По той или иной причине Делами своими Возможно, например, из-за праздности Неорганизованности Из лишнего сна или лени Тогда Господь начинает Ниспосылать ему то, что неприятно Что нежеланно, нелюбимо, ненавистно Проводя этого человека Через своего рода испытания И так до тех пор Пока он не будет поднят На данный уровень На эту степень Заключение Не перестанут беды И затруднения Постигать тела Имущества Или души верующих Мужчин и женщин До тех пор Пока ни одной единицы Греха на них не останется Если Всевышний Желает человеку блага То воздает ему За проступки и грехи Уже в этой жизни Через все, что причиняет Человеку боль Неприятности Осложнения Если же зла По результату упрямства Человека в неверии И безбожии Тогда оставляет это На судный день Для вынесения Убедительного вердикта Который всесторонне Обоснован грехами И преступлениями Данного человека Главным решающим Из которых явилось Безбожие И отрицание основ веры Хадис Кудси Хадис Кудси Это слова Всевышнего Переданные в смысловой форме Через пророка То есть эти слова Хоть и звучат Как прямая речь Самого Творца Однако не относятся К тексту Священного Писания Они Наседательный смысл Переданный Богом Господом миров Через заключительного Пророка и посланника Хадис Кудси Гласит И сказал Всевышний Если я хочу Помиловать кого-то То не выведу его Из мирской обители До тех пор Пока не воздам ему За все грехи Совершенные им Болью Недомоганием в теле Проблемами в семье Трудностями в пропитании Скудостью материального достатка И все это До последней единицы греха И когда настанет Его срок умирать А что-то из грехов Все же останется То последние из них Искупятся Тяжестью предсмертной агонии И выйдет его душа чистой Подобно душе младенца И клянусь своим величием Если есть кто-то Заслуживающий наказание За безбожие свое Язычество Или пагубные грехи И преступления То воздам я По справедливости Своей ему в этой жизни За все хорошее Что он когда-либо совершил Здоровьем в теле его Изобилием в достатке Спокойствием в сердце И это до той поры Пока не будет ему воздано За все хорошее Хорошее Уже в этой жизни А если что и останется То воздастся ему За это легкостью смерти И вернется он ко мне В состоянии Когда нечему будет Защититься от ада Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok